Приветствую вас, братья и сестры. Я думаю, меня многие знают, и еще раз я пришел уже к вам в гости. Благодарю за приглашение. Я хочу с вами вместе сегодня говорить о выборе пути, путь, который мы идем. Самое главное, чтобы не ошибиться в этом пути. Самое главное, чтобы нам идти по правильному пути. И в пример я хочу с вами прочитать место священного писания, это 2 Парапаминон, 18 глава, 23 стиха. «И подошел Сидеки, сын Ханааны, и ударил Михея по щеке, и сказал по какой-то, и от этой дороги отошел от меня дух Господень». Знаете, в мире сегодня очень много путей, тех, которых мы, даже христиане, идем и думаем, что это правильно. Сегодня очень много в мире течений, сегодня очень много вер разных. Каждый день новые какие-то смотришь, люди объявляют, что такая религия, такая религия появилась. Но есть один путь, один путь, который прошел Иисус Христос. Знаете, я расскажу один пример, когда в Англии собрались мусульмане и христиане. Это политика мира всего хотели соединить, чтобы в Англии произошло такое, что было лет 10 назад еще. Такое, чтобы мусульмане вместе с христианами поклонялись Богу. И убрать все шероховатости, которые происходят, все вещи те, которые на самом деле сегодня разлучают христиан и мусульман, сделать, объединить их вместе, и чтобы они служили вместе. Вместе прославляли Бога, вместе у них служение проходили, вместе все было, чтобы у них одинаково. И когда они собрались, посадили их всех вместе, политики мира всего, и сказали, вот что вы можете сегодня, скажите друг другу, и убрать эти вещи для того, чтобы кланяться вместе Богу. У вас, Аллах, у нас Господь, оно одно и то же, практически все одинаково. И мусульмане начали высказывать свою точку зрения, говорят, вы не принимаете Магомеда нашего, потому что он наш пророк, он практически как Бог для нас. И вы не хотите его принимать, говорить, это лжеапостол и лжепророк, и вы не принимаете. И очень долго они на этом дискуссировали. А потом христиане говорят, хорошо, раз мы не принимаем у вас вашего Магомеда, вы не принимаете нашего Иисуса Христа и Духа Святого. И долгая такая у них шла беседа, по-моему, в 6 или 8 часов происходил рабочий день целый, то пришли они к одному решению. Мусульмане никогда больше не говорят о своем Магомеде, говорят только о Боге, и христиане больше о Духе Святом не говорят, и не говорят об Христе. И можно проводить совместные служения. У нас есть путь, который провожил Иисус Христос. И написано так, что нету иного пути, и без Иисуса Христа никто не придет на небо. В Дом Божий, где находится для нас, приготовленным Господом, мы туда не попадем без Иисуса Христа, без Его спасения, без пролития крови Его, без того, что мы не возродились, мы не будем находиться на небе никогда. Но есть еще лжепути. Представьте себе, собрались два царя, два родственника, и один другому говорит, пошли со мною на войну. Он говорит, ну, как ты решил, так и я решаю. Давай вопросим Бога о том, можно ли нам идти. И я думаю, что когда находилось 400 с лишним пророков там, и можно было сказать, да, 400 человек говорят идти, значит, Бог обязательно говорит через этих людей. Ну, ладно, один ошибается, второй ошибается, третий ошибается, но 400 человек не могут ошибиться. Значит, кто-то есть, кто в Божьем пути идет. И все говорили идти. И Сават усомнился и говорит, давай еще кого-то поищем в нашем царстве, в вашем царстве, чтобы он пришел и сказал, можно ли нам идти воевать. И мы знаем прекрасно, человека послали, и человек идет по дороге к Михею, зовет его, чтобы он пришел. Михей идет вместе с ним, и человек по дороге рассказывает. Знаешь, эта история такая, мы ее читаем в Библии, все согласны, чтобы сказать идти на войну, и мы победим. Хотели бы слышать и от тебя такие слова, когда ты придешь туда, чтобы ты подтвердил и сказал, что можно идти на войну, идти на войну. И Михей очень вещь одну сказал такую, самую-самую мощную вещь. Говорит, я скажу то, что скажет мне Господь. Ни больше, ни меньше. Вот именно его слова. И он пришел туда. И когда ему задали вопрос, он сказал, идите, конечно. И мы помним, что сказал царь Израильский, что вот я говорил, что не будет говорить то, что надо. Михей говорит, царь Иудейский говорит, заклинаю тебя Богом Всевышним. Это как сказать, я хочу, чтобы ты сказал пред Господом все, что ты думаешь. И Михей начал говорить. Его слова были, что Израиля больше не останется, разобьют его. Царя Израильского убьют. И слова эти сбылись. И вот этот момент, когда Михей беседовал с ним, когда говорил он с ним, с ними вместе, он сказал о пути Божьем. Почему Езекий его ударил по лицу? Неужели я, Езекий, неужели я, первосвященник или священник, ошибаюсь, по какому пути я иду? Неужели я неправильно иду? Неужели я не знаю, где Бог ходит? И он говорит, по какой-то дороге ходит Дух Божий. Вот эта дорога наша, братья и сестры, наша дорога, по которой мы должны идти. Никакой другой. И могут все сказать, что мы правы. И эти 450 пророков сказали, да, мы правы. Идите. И они говорят то, что будет на самом деле. Нет, один Михей, который сказал, пришел из какой-то деревни, позвали его. И он приехал, пришел туда с ним и сказал, нет, вы проиграете, не будет у вас победы. Не будет того, что вы выиграете. Потому что вы не идете, где Дух Божий ходит. Потому что вы не идете по тому пути, который Бог идет. И вот для нас сегодня этот пример для чего? Потому что мы с вами идем в вечную жизнь. И каждый из нас сегодня сказать, ты идешь на небо. Конечно, да. Сегодня назови любого американца и скажи, кто ты? Христианин. Да, конечно, я христианин. Я же не мусульманин. Я же христианин. Но жизнь, путь, по которому идет, оно неизвестно, по какому идет. Дух Божий по той дороге ходит. Знаете, у вас сегодня молитва. И слава Богу, что вы молитесь. Слава Богу, что вы молитесь. Но молиться надо, всегда мы понимаем, как с открытым сердцем. Знаете, недавно я такой слушал пример. Один человек приехал в Индию. Один из штатов. Это приблизительно 3-5-6 лет в это время произошло. Там была одна женщина, которая организовала публичный дом. В каком-то штате. И они покупали молодых девочек всегда. Родителей не хватало денег. Они брали своих детей, приходили, продавали их. И они забирали их в публичный дом. И туда приехал один человек. И ему посоветовали, давайте съездим туда. Один проповедник. Хорошо, говорит, поедем туда. Приехали туда. Начали говорить о Слове Божьем. О молитве. Что Бог может исцелить. Что Бог может сказать все. Что Бог может показать путь. Вот Бог все может исцелить и поднять. Но эта женщина, которая была главной самой, говорит, я поверю тогда, вот моя сестра лежит, умирает. Я поверю тогда, когда вы сейчас помолитесь над моей сестрою, и она встанет. И я тогда поверю в вашего Бога. И он, говорит, передо мной встал выбор. Как я буду сейчас молиться? На моих глазах, в моей голове пролетела вся моя жизнь. Все мои недостатки, все мои ненощи. И все то, что я ошибался и ходил, все в моей голове пролетело. В какие-то доли, мгновения, секунд, несколько. Я встал, говорит, начал молиться. Помолился. Простым, как мы молимся языком. Благослови эту пищу. Как мы всегда молимся. Аминь. И встал он с молитвой. Она лежала. Только немножко пошевелилась. И когда он встал молиться, начал говорить, Бог, я хочу по твоему обетованию, чтобы вот эта женщина сегодня встала. Потому что здесь происходит то, что хотят в тебя поверить, но нету того чуда, которое может кто-то сделать. И я сегодня не чудотворец. Я сегодня такой же человек, как и они все, только спасенный тобою. Я прошу тебя, чтобы эта женщина встала. Аминь. И через минуту женщина встала. И пошла. Они выкупили ее. Заплатили 700 долларов вместе с ее сестрой. И уехал он. Уехал. Через некоторое время он созванивается с ними и говорит, что у вас там происходит. Может быть, год, два прошло, я не знаю. Они говорят, мы уже выкупили 300 женщин. И Бог сделал из нашего народа, из наших женщин сегодня существует одна церковь в Индии. Бог отвечает на наши молитвы. Бог ответил Михею. Когда он его просил, я не думаю, что он просто так шел и говорит, что Бог ему сказал, я думаю, что он шел и молился. Он понимал, пред кем он предстанет. Он понимал, кто будет с ним говорить. Потому что вся свита ихнего вероучения, их поклонения, кто там поклонялся, они стояли и ждали все. Все сидели и ждали для того, что придет сегодня какой-то Михей с деревни, который расскажет сегодня то, что надо было слышать Израилю. И Михей не испугался. Михей пришел и рассказал то, что хотел сказать Господь. Мы знаем всю историю, когда Господь говорил о том, что кто будет искушать, как это будет происходить, как он этих пророков отведет в сторону, как они станут лжепророками, потому что дух лживый встал и говорил лживость, все то, что они там говорили. Но один человек, Михей, который увидел Дух Божий, увидел дорогу, увидел ту дорожку, где Дух Божий идет, и он встал и пошел по этому пути. Знаете, в одной американской церкви, у меня знакомые здесь рассказывали один пример такой. Молитва была у одного человека, и вся церковь жила. Она этой молитвой жила. Один был больной человек. Он был и не даун, и такой немножко больной был. Он постоянно, каждое воскресенье, рано утром, когда все собирались на служение, он выходил и молился, к кафедре выходил, и говорил, Джо, Джисус, Джо is here. Ибо уходил и садился. И каждое воскресенье он выходил и говорил, и никто не роптал, и никто не говорил, что он выходит, но все слушали вот эту искреннюю молитву. Говорил Христос, Джо, пришел, я здесь, я хочу слушать. Он не говорил больше ничего, я хочу напитаться тобой, я хочу получить от тебя слово, или что он говорит, я здесь. Христос, я здесь, я пришел сюда, я здесь. И пришел момент, когда, может быть, сколько лет прошло, не пришел он, нет у нас собрания. Пастор говорит, у нас все собрание какое-то, не такое прошло. Пошли к нему домой, а он умер. И на следующее воскресенье вся церковь вышла и сказали, Джисус, I'm here. Ничего Господу от нас не надо, ничего Он от нас не требует, ему надо послушание и хождение пред Господом, правильном пути, видеть Его Дух, видеть Его Дорогу, видеть то, что Михей сказал, я вижу, Израиль полностью рассеянный. Но Христос хочет нас собрать, Он оказывает нам Дорогу, и всего лишь два слова, три слова, Джисус, I'm here, Джо is here. Я хочу, чтобы вы сегодня все сказали такие же слова Иисусу Христу, я пришел. Не для того, кого-то что-то это ему касается, или тому касается, или с тем надо разобраться, или с тем надо разобраться. Мне сегодня надо самим с собой разобраться, нахожусь или на этом пути, я услышу Михея, и подойду, и обниму его, а не ударю полицей, и вот откуда отошел Дух Святой, я должен услышать это слово сегодня. Я должен сегодня говорить с Господом чисто и открыто, прямо и открыто, и не скрывать, ничего, мы вчера молимся, мы все вечером, и я знаю, и слышу часто такие молитвы всегда, Господи, может быть, я тебя чем-то обидел. Нет. Почему мы лукавим пред Богом? Я обязательно тебя сегодня обидел, я обязательно сказал неправду, я обязательно что-то сделал так, которое не угодно тебе, я вовремя Библию не пошла, я вовремя не помолился, я поступил неправильно. Прости меня. Это открытое. Вот этого хочет Господь от нас. Открытость. Тогда наши молитвы будут слышны, тогда человек встанет, когда мы скажем, Господи, это не мое, я ничего не умею совершенно, что есть во мне, это твое. Ты меня наградил тем, что я могу сегодня сказать. Ты дал мне дар тот, который я сказать могу сегодня людям, или сказать, вот этой женщине встань. И Бог благословляет. Бог отвечает на такие молитвы. Бог хочет, чтобы мы так жили. Бог хочет, чтобы мы ходили, как Михей, не становились в толпу, которая говорит, да, мы правильные. Нет. Вот именно Михей один человек и Исафат, который потребовал благословенные люди. И они все это увидели, и они это услышали. И Исафат чуть не лишился своей жизни из-за Эхава. Но Бог отпомог ему для того, чтобы он остался живой. Пусть Господь нас научит, наставит нас и подскажет нам все, как мы живем, как мы. И последний пример, я расскажу, будем молиться, в Мексике находясь. Встретился с одним человеком, мы ездили часто очень туда, на миссионерское служение, встретился с одним человеком, он сказал, очень хороший пример, очень хороший пример. Братья и сестры, кто из вас носит Библию в церковь? Вот вам пример. Если вы не носите, то я расскажу вам пример. Он был дома, христианин, член церкви, Библия на столе лежит, да не буду брать, там все равно же читают, высвечивают все, зачем она, не буду брать. А потом говорит, да ладно, лучше я положу в карман. Положил в карман и пошел. Идет в церковь, и тут разборка началась между мафиозными структурами, наркоманами и выстрел. Он почувствовал, что-то ударило. И дальше пошел. Не обратил внимания. Приходит в церковь, открывает Библию, пуля в Библии застряла, жив остался. Слово Божье, оно действует, оно работает. Молитва, оно работает. И он говорит, я никогда больше своей Библии не расставался. Я всегда носил ее в кармане для того, чтобы она была. Не потому что он испугался, что его застрелят или что-то, а потому что Бог предупредил, неси мое слово везде с собой. Оно должно быть с тобою всегда. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы настроимся на нашу молитву, которая будет проходить, чтобы Дух Святой сегодня действовал в наших сердцах. Дух Святой, чтобы сегодня подсказывал наши все неровности. Дух Святой, чтобы сегодня подсказал нам путь, по которому я должен идти, чтобы видеть Духа Божьего, чтобы идти по той дороге, где ходит Дух Святой. Не другая дорога, а именно эта дорога. И когда мы будем этой дорогой идти, у нас будут и проповеди хорошие, у нас будут и молитвы хорошие, у нас будут и чудеса, и исцеления, все будет, потому что там ходит Дух Божий. Пусть Господь нас научит, наставит и подскажет нам сегодня, проверит наши сердца. Если есть у кого какое-то, может быть, что-то, какое-то неудобство, Бог сегодня вас призывает и хочет вам показать свою дорогу, по которой вы будете. Показать ту дорогу, чтобы мы сегодня, простите, что скажу это слово, не зависали на интернетах, не зависали на телефонах, не проводили время в этом негодном сегодня мире, который сегодня нас обманывает. А вот именно чтобы на нас работали наши интернеты, чтобы на нас работали наши планшеты и телефоны. Пусть Господь нас научит, наставит и подскажет нам, как нам правильно поступать. Аминь. Давайте помолимся. Бог праведный, мы приходим к Твоим ногам святым, какие мы есть, и просим у Тебя Твоего благословения на нашу жизнь, на наши семьи, на наших друзей, на наших, кто нас окружает и соседей, чтобы они познали Слово Твое. Помоги, Господи, нам ходить правильно пред Тобою, как ходил Михей когда-то. Он видел Дух Твой, который ходит по тому пути, который Он видел. Направь наши стези для того, чтобы мы ходили по тому пути, где ходит Дух Твой. Чтобы мы видели Тебя, распятого Христа, который пришел на эту землю, умер и воскрес, для того, чтобы нас спасти. Благодарим Тебя еще раз за все, что Ты для нас сделал. Самое главное Ты сделал, что Ты искупил нас и оправдал. И сегодня на днах Твоих мы написаны, Господи, благодарим Тебя. Те, которые еще далеко от Тебя стоят, Ты коснись их сердец и призови их на этот путь, чтобы они видели Дух Твой, Бог наш. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok